Хе-хе-хе! Всем-всем привет! От Кэт Вискос! Ча-ча-ча! Бодресса Энергия! Занимаемся на велотренажере. Но это моя разминочка. А сегодня я хочу сделать это видео специально для тех моих любимых, дорогих, знакомых, друзей, подписчиков и совершенно случайно зашедших сегодня на мой канал легкие упражнения для суставов. Особенно если у вас есть какие-то проблемы. Проблемы с коленями, с плечевыми суставами и с любыми болями и дискомфортами, если у вас имеются по тем или иным причинам. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию взять легкие гантели. Если у вас гантели не имеются в наличии, возьмите просто по бутылочке воды или консервы. Мне кажется, в каждом доме это можно найти. Взяли в ручки и начинаем просто двигаться на месте. Колени не нужно сгибать очень интенсивно и поднимать ноги высоко. Главное, вот мы просто маршем занимаемся и двигаем одновременно и ноги и наши руки, а потом просто в разные стороны немножечко двигаемся. Запомните, если у вас боли, если у вас дискомфорт, это не значит, что вы должны сидеть дома и не двигаться и думаете, что если вы больше будете отдыхать, то вам будет становиться лучше и болезнь уйдет. Нет, движение – это жизнь. И даже если у вас проблемы со суставами, вы должны двигаться. Потом просто ручки ставим в стороны и начинаем вот так. Раз и два. Очень легко и мягко двигаемся. Потом просто круговые движения для суставов плечевых. А потом, знаете, какой-нибудь, можно сделать ось стены и просто делаем мягкие движения в одну сторону, потом в другую. И запомните, чтобы наши колени не болели, нам нужно укреплять мышцы на ногах. Поверхность бедра, внутреннее бедро и также икроножные мышцы. Поэтому вот это вот упражнение очень-очень полезно. Делайте утром и вечером мягкие движения. Запомните, каждое движение должно вам доставлять радость, а не боль. Если у вас боль, дискомфорт, прекратите это делать. Делайте что-нибудь более легкое и щадящее. И опять хочу вам сказать, самое главное, если у вас какие-то проблемы со здоровьем, с суставами, делать растяжки. Когда вы просыпаетесь утром, не вставайте, не спрыгивайте с кровати. Вначале проснитесь, откройте глазки, улыбнитесь, улыбнитесь этому новому, предстоящему, замечательному дню, который перед вами открывается. Поблагодарите, если вы верите, какие-то более сильные энергии, потусторонние силы, которые вам предоставляют возможность находиться в этом мире и радоваться этой жизни. И после этого начните просто маленькие движения. Просто потяните ручки, потяните ножки. И потом просто делайте вот такие вот круговые движения. Это можно делать стоя или можно делать в кроватке. И опять-таки вы можете просто взять и сжать кулачки, или взять гири, или взять по бутылочке воды, чтобы немножечко резистанс такой, знаете, своим мышцам предоставить. Потом просто встаем вот так перед грудью. Потом ручки, пальчики сложили и делаем маленькие круговые движения. Чем меньше круг, тем наши мышцы больше вовлечены и работают. Мы тонизируем как внутреннюю, так и внешнюю поверхность наших плечевых суставов и ручек. Избавляемся от всех вот этих, как называется здесь, крылышки, да, которые мотыляются здесь. Ничего не должно у нас здесь провисать. И ничего не будет провисать, если вы будете делать эти упражнения. Потом, что вам еще могу порекомендовать? Самое замечательное, что мне нравится, на наши трицепсы мы встаем, как бы мне вам показать, так, и наши ручки вот так вот просто сгибаем. Опять-таки держите или гирьки, или бутылочку с водой. И просто вот так вот по 5-10 раз. Не убивайтесь с самого начала. Начните с малого. Но главное делать зарядку регулярно. Не так, знаете, раз в неделю или раз в месяц. Каждый день уделяйте себе 10 минут. Полюбите себя и свое тело. И вы почувствуете, как у вас будет отдача. И вы начнете себя чувствовать гораздо лучше. И опять-таки еще хочу, знаете, на пресс. Не надо убиваться. Не надо там себя просто изнемогать какими-то упражнениями. Тем более, если вы совсем новый человек в фитнесе. Я хочу вам показать такое классное упражнение. Вы не поверите. Просто встаньте ровно. Вот так вот. Ровно. Вдох. Все это уберите тут и там в себя. И вот просто стойте. И посчитайте до 10 или до 20. И потом вот просто нежно поднимайте коленочки. Не надо высоко. Не надо напрягать свои суставы. Особенно, если они у вас болят. И когда вы так встаете, у вас лимфодренаж идет. У вас просто автоматом подтягиваются все мышцы живота. И уходят все вот эти вот, как они называются? А у нас хендлс, говорят. Вот такие лишние тут. Лишние. В общем, очень все легко и просто. Дайте мне знать, если вам это видео помогло начать заниматься. Я показала несколько всего легких движений. Если вам интересно, напишите мне, пожалуйста. И я еще запишу специально для вас очень интересные легкие упражнения, которые просто изменят вашу фигуру и вашу жизнь. Это была ваша Кэт. Спасибо всем, кто зашел на огонек. Спасибо всем моим друзьям и подписчикам. А также приветствую всех, кто только присоединился ко мне. Не забудьте подписаться. Пальчик вверх или вниз. Я все принимаю. Я не говорю пока, а говорю bye. До новых встреч. Bye.